День с толком 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 в документе и когда уже будет четкое понимание в плане наличия утвержденной программы с темой уроков, с наглядными материалами и так далее, но тогда уже об этом можно будет говорить более предметно. По всей видимости, этот вопрос в скором времени придется поднять на уровне законодательства и общественности. Ведь, по мнению экспертов, фильм «Дудя», который посмотрели почти 15 миллионов человек, стал толчком, если не пинком к действию. Пора что-то делать. Изменит ли данный репортаж отношение к половому воспитанию, я думаю, кардинально нет. Об этом говорят уже многие давно. Это просто повод здесь и сейчас вернуться к этому вопросу и все-таки быстрее с ним разобраться. Кстати, хотим вам напомнить, что пройти бесплатный анонимный экспресс-тест на ВИЧ можно в Алтайском краевом спид-центре, который находится на 5-й западной 62. Каждый вторник с 10 утра и до 12. Каждый четверг с часу до трех дней. Предварительная запись не требуется. Переходим к другой теме. Они вернулись и завершили акцию. По традиции, торжественно с награждением особо отличившихся и концертом. Снежнодесантники, как всегда, удивляли оптимизмом и задором. В этом году Алтайской акции 51 год. Наш регион ее создал, а теперь курирует в соседних. За 10 дней бойцы 19 отрядов побывали в двух десятках районов. В этом году очень большой блок уделен именно работе с историческими факторами, с участниками Великой Отечественной войны, с тружениками тыла. Оказывается, активная шефская помощь социально незащищенным группам населения, одиноким пенсионерам. Здесь же презентовали книгу, изданную к юбилею акции, посвященную истории уникального добровольческого движения. Лучшим командирам и комиссарам вручили благодарность и в том числе от губернатора региона. Он назвал снежнодесантников не иначе, как универсальными солдатами. Все они могут и все они умеют. И не страшны ни метель, ни мороз, ни пурга, ни много снега, который свою, конечно, какую-то такую изюминку, свою особенность на сезон этого года нам всем и вам, конечно, предоставил. Ну а то, каким было настроение, на закрытие передают эти лица. Молодые, задорные, улыбчивые, готовые не только помочь откидывать снег и провести интересную беседу, но и с удовольствием подпеть своим коллегам, которые выступали со сцены. Татьяна Голубева, день с толком. Выставка, посвященная разрушенным и восстановленным храмам, открылась сегодня в Барнаульском музее-город. Организована она совместно с Музеем истории православия на Алтае. Часть экспонатов – то немногое, что осталось от старейшего и когда-то главного храма Барнаула Петропавловского собора, стоявшего на нынешней Площади Свободы, и который недавно также решили восстановить. «Неисповедимы пути твои, Господи» называется выставкой. Правда, кто бы мог подумать в XVIII веке, когда на Алтае начали строить православные храмы, что в веке XX их будут сносить, а церковную утварь, иконы в лучшем случае прятать. Сегодня храмы снова строят, но, признают и сами священники, смысл и значение церковного искусства многим приходится заново объяснять. Это образец высокого искусства. С этого началась русская культура, и развивалась она очень долго. И до сих пор к ней обращаются, и известно, что даже лучшие русские художники авангарда всю свою подоплеку своего искусства брали от русской иконы. И многие, я знаю, современные художники возвращаются к истокам. Старинные иконы, в том числе и редкость, ученические, кресты, предметы культа. Здесь есть экспонаты Музея Православия и самого Музея Город, выставленные впервые. В центре экспозиции Петропавловский собор. Два века он стоял на нынешней площади свободы. Фактически свидетель всей церковной и не только истории города. Все, что от него осталось, части фундамента и фрагменты кладки. Меньше года назад церковные власти заявили, Петропавловский нужно восстановить. Это не просто еще одно культовое сооружение, считает отец Георгий, но и то, что называют частью культурного кода. Петропавловский собор – это, по сути, олицетворение вот той духовной силы, духовной культуры и не только духовной культуры города Барново, но и самого города Барново, потому что он практически был построен следом за заводом сереброплавильным. И работали те же мастера, те же инженеры, те же каменщики. Из такого же кирпича он был построен, Петропавловский собор. И архитектурно, конечно, Петропавловский собор представлял собой самую значимую доминанту в панораме города. Общественники, архитекторы идею восстановления храма тогда поддержали. Городские власти на тот момент тоже вроде были не против. Но с тех пор тишина, а тем временем становится ясно – простым делом восстановления храма не будет. Эта площадь давно уже, правда, не храмовая. Многие поколения барнаульцев знают ее как уютный зеленый летом сквер. А с некоторых пор это еще и своего рода гайд-парк, где, кстати, недавно прошел митинг за сохранение сквера, правда, другого. Вряд ли ошибемся, сказав, что и здесь многие общественники Барнаула будут против застройки зеленой зоны. Судя по ответу городской администрации, в мэрии также не горят желанием ворошить, что называется, прошлое. И настаивают, последнее слово должно остаться за самими горожанами. Церковь также настроена на диалог, и эта выставка, по их словам, первый шаг навстречу обществу. Продлится экспозиция до 23 марта. Илья Кучетков, Александр Антропов, День с толком. Слепит даже аниме. Рукодельница из Каменского района около 10 лет создает уникальные композиции из глины. Ее работа известна уже далеко за пределами региона. Наша съемочная группа познакомилась с талантливой мастерицей и узнала, в чем секрет ее творческого успеха. Можно дополнить именем малыша, даты рождения можно дополнить. То есть писать про можно будет, да? Из глины тоже будет также вот здесь дополнено. Стеклянный шар вне малышка, вокруг совы, стерегущий ее покой. Это авторская работа мастерицы из камня на обе Светланы. Ножки, ручки и даже носик – все, как у новорожденного. На создание такого шедевра уходит целый день. Девушка 10 лет создает декоративные композиции из глины. Раньше работала в образовательном центре. А когда появился ребенок, нырнула в творчество. А началось все с Angry Birds. Ребенок играл в то время в эту компьютерную игру. И он так загорелся. Мы купили эту глину, с трудом нашли. Потому что это было 10 лет назад. И так было, не было она распространена. Мы купили эту глину и слепили всех персонажей. Ну и дальше больше. Все затянуло. Лепка захватила все ее свободное время. Сначала создавала брелки, а после обучающих видео перешла на стильные кружечки с куколками. Например, если я делаю куколок, мне очень нравятся на кружечках куколки. Они нежные. У них цветовое сочетание нежное. Они присутствуют яркие какие-то цвета. Вдохновляется открытками, фотографиями природы. И затем подключает воображение и перед ней очередной шедевр. А еще Светлана создает развивающие игры для детей. Тоже из глины. Цвета, да? Можно выполнить, спрятать здесь и находить. Потом доставать и произносить, что это. Светлана проводит и обучающие мастер-классы для детей. Их посещают даже мужчины. Светлана говорит, желающих освоит лепку много. Сейчас это популярно. А ее авторские композиции уже давно восхищают жителей не только Алтайского края, но и других регионов. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». Хороших вам долгих выходных. Светлана Аскерова, Илья Халяпин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова